Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране» и здесь всегда только лучшие из лучших. Я очень рада и счастлива представить сегодняшнего гостя. Сегодня у нас заслуженный артист России, певец, композитор, актер, художник Игорь Карташов. Игорь, добрый день! Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Игорь, дорогой. Вы меня так представили, чтобы уже дальше говорить, собственно, и еще. А это вы большой молодец. Что, собственно говоря, вы из себя представляете, то мы и вкратце, вкратце только в этой подводке постарались донести до наших зрителей и слушателей. Конечно, огромное количество людей в нашей стране вас знают как актера, телевизионного, телеактера, как киноактера, как актера театра. Многие вас обожают безумно за ваши песни, за ваше именно песенное, так сказать, творчество. Вот насчет художества мы поговорим. Если фанаты в стране и за рубежом именно вас как художника, потому как, собственно, эта часть вашей жизни тоже очень важная и значимая. Но предлагаю нам с вами начать поговорить, наверное, о мероприятии музыкальном, который грядет в Москве, в Санкт-Петербурге, возможно, и в других городах. А именно, друзья, о мюзикле «Хищники» по мотивам повести Чехова драма «На охоте». 28 июня в театре на Серпуховке состоится как раз показ этого самого мюзикла. Потом последуют в сентябре концерты. Да, если я не ошибаюсь, Игорь, вы мне помогайте, пожалуйста. В сентябре, в октябре, в декабре, в феврале и так далее. То есть «Хищники» с нами надолго. Расписано. «Хищники» и в Сочи будут летом следующим. Так что я надеюсь, что надолго. Ну, давайте мы немножко расскажем нашим зрителям, что это такое вообще. Потому что вы, как, конечно, человек в театре сто лет уже работающий, вы же понимаете, зритель, есть такое выражение даже в театре «Дрога», пьесу не читал. И вполне возможно, что, я допускаю, что драму у Чехова «Драма на охоте», конечно, тоже огромное количество людей не читали. Но те люди, которые все-таки решат отправиться 28 июня, на что им рассчитывать? Им рассчитывают на Чехова. На Чехова. Во-первых, был фильм. Но все-таки это же мотивы Чехова. Во-первых, был фильм, да. «Мой ласковый и нежный зверь» называется. Да, замечательно. И Инковский играл. Ну, в общем, конечно, потрясающий фильм. И тоже, в общем, здесь такая же история. Я почему я побаиваюсь всегда называть, когда дело касается Чехова, всегда говорить слово «мюзикл». Как-то вроде слово «мюзикл» само по себе замечательное, хорошее. Да-да-да. Ну, очень современное, да. Но как-то вот, когда вот это все состыкуется, то непонятно. Кстати, многие уже там критики, извините, что перебиваю, да, тоже так аккуратно высказывают музыкальный спектакль все-таки. Ну, скажем так, да, музыкальный спектакль. Но когда, когда... Вы знаете, мне вообще посчастливилось, честно говоря. Еще со студенческих лет я прикоснулся к Чехову, и был дипломный спектакль «Чайка». Я играл в нем, значит, ставила наш профессор Марин Санна Пантелеева в «Щуки» на четвертом курсе. Вот там я играл Сорина, старика. Ну, в общем, это... Ну, там был грим, конечно, то есть там. Ну, еще совсем молодые артисты, не оперившиеся. Потому что когда нам вручали дипломы, это уж Владимир Абрамович вручал мне дипломы. И говорят, я тебя поздравляю, но это не значит, что ты уже стал артистом. Не очаровывайся, особенно, да. Потому что это, конечно, многолетний труд и, в общем, постоянный тренинг. И вот формула, если ты один раз научился ездить на велосипеде, то уже никогда не забудешь, тут не подходит. Нужно постоянно быть в тренинге как музыкантом, как спортсменом. Ну, в общем, как в любой профессии, в которой ты постоянно находишься, так сказать, на беговой дорожке. И вот Чехов, значит, потом, значит, в театре уже с Юрием Васильевичем Яковлевым. Вот представьте себе, с одной стороны Чехов, значит, дипломат рассказ, а с другой стороны Юрий Васильевич Яковлев. Вот два таких глупых. А, это ответственность колоссальна. И я, молодой достаточно артист, значит, вот среди них барахтался как мог. И, конечно, я получил колоссальный заряд и энергетики, и мастерства актерского от Юрия Васильевича Яковлева. Потому что, что бы я ни делал, потому что у меня была возможность существовать на сцене, там, ну, буквально, там, пять минут одному, пока он не появился. Но, когда выходил он, зал вставал, начиналась овация, и, в общем, уже все дальше продолжать было бессмысленно. Вот, ну, конечно, это, ну, это что-то невероятное, вот эти воспоминания этого спектакля, как он шел. Рассказ не очень длинный, но он, бывало, шел полчаса, бывало 45 минут. Каждый раз по-разному. Он шел до 55 минут, ну, то есть, потому что этот человек импровизировал, вот, имея свой какой-то невероятный культурный уровень Юрия Васильевича Яковлева так, что это приводило зал просто людей в какое-то состояние эйфории. Вот, и, казалось бы, Чехов, вот, казалось бы, когда это было, и на сегодняшний день, что такое та же драма на охоте. Потом, значит, был мюзикл «Чайка», такой режиссер замечательный, Артем Каграманян поставил, это был русско-корейский проект. В нем, значит, мне посчастливилось сыграть Дорна, доктора Дорна, Настя Стоцкая, значит, была Аркадина, Пресняков самый младший был Треплевым, вот, а я, значит, играл Дорна. Вот, ну, такая история музыкальная, поющая, но, опять-таки, значит, когда начали репетировать, начали возвращать Чехов, возвращать, возвращать тексты, потому что было невероятно жалко урезать все это, это должно быть, потому что это какая-то невероятная литература, ну, которую невозможно сократить, которую невозможно, потому что все это на сегодняшний день, если говорить о хищниках, почему вообще хищники, да, потому что, потому что собрались два дяди, решили поделить девочку. Все, кто там, существуют персонажи, они достаточно хищно относятся друг к другу и хотят от другого что-то получить там себе на радость ли, на празднество ли, на что-то еще. Как-то приехал в имение граф, почему бы не развлечься? А, говорит, а где у него, ну, говорит, а что, у нас есть тут новые девочки? Он говорит, да нет, я в это не вхожу, Урбенин, говорит, ну, ладно, значит, не проехаться ли нам верхом, не осмотреть мои лесные владения. И граф Сергеем уезжают искать этих новых девочек, вот, и вот, и в итоге эта новая девочка, ангел с фарфоровой внешностью. Поначалу. Да, превращается в такого зверя, который доводит этого несчастного графа, то есть, и он говорит, я сам не пойму, как мне с ней живется. Иногда вот, иногда она то любит меня, то, говорит, такое лицо, перекошенное, с такой ненавистью смотрит, и говорит, Сереженька, часто ведь она так на меня смотрит. То есть, ему страшно становится. И Сергея доводит главного героя до состояния, до убийства. Да, то есть, эта женщина превращается, именно превращается на протяжении спектакля. И, казалось бы, что это, чем можно удивить сегодня людей, зрителей? Да, в общем-то, да. Потому что все так живут. Все так живут, каждый в свой... И все это у нас на телевидении ежедневно наблюдаем. На это никто не обращает внимания и проходит мимо. Но когда вот в литературе, когда это написал Чехов, тогда это искусство. И человек, который приходит в зал и думает, да, действительно, какие ужасные у людей взаимоотношения. Ну, скажем так. У Чехова, это же непривычно для него жанр был тогда детектив, он прежде не работал в этом жанре. Но при этом он также глубоко там раскрывает такую драматическую историю, о чем вы говорите. И именно в «Хищниках», именно в мюзикле, который по мотивам драмы на охоте, есть немного и юмор у места. Все верно же? То есть это не только будет детектив и переживания, и всякие такие штуки, не очень приятные, за которыми наблюдать. Нет, конечно, юмор, но это чеховский юмор. Это особая такая статья. Это настолько тонкий, настолько умный юмор, который нужно вытаскивать в процессе репетиции. Всегда артистам больше нравится репетировать. Ну, и сам момент премьеры. Потом уже пятый, восьмой спектакль, и двадцатый, и сотый. Это уже как бы да. А вот премьера и вот сам момент репетиции, когда ты что-то находишь, когда вдруг появляется неожиданно какой-то юмор. Это даже в тех местах, где ты его не ждешь. Вот это настоящий праздник для артиста, во всяком случае. То есть этим живем, как говорится. Вас в каком образе, в какой роли мы его ведем? В этом спектакле? В спектакле «Хищники», да. Ну, я надеюсь, что буду в роли графа. Когда граф приезжает, ему становится скучно. Ему становится скучно. Вам знакомо это чувство? Чеховский язык. Скучно. Ты говоришь, скучно. Да, конечно, знакомый. Он, значит, вызывает к себе друга, чтобы они поразвлечься. И вот я почему хочу отдельно остановиться на чеховском языке, потому что это музыка. И вот про музыку еще скажу. Обязательно, да. Потому что, конечно, у многих сейчас сто процентов возникли вопросы. Чехов песен не писал, да? Вроде бы как. А что же, это же, поскольку музыкальный музыкал, что мы будем, какие песни будем слушать? Да, вот там убирать Чехова или что-то было совершенно невозможно, потому что чеховский язык — это язык музыкальный. Ну, сродни высокой такой литературы. Вот я буквально маленькая цитата. Да, конечно. Начало спектакля. И, значит, сидит, входит граф, садится, значит, стоит девочка с опахалом. И вот граф изнемогает от скуки. Значит, и пишет письмо. Милый мой лекок. Язык, я говорю, что милый мой лекок. Если ты еще жив и здравствуешь, и не забыл своего всепьянейшего друга, то немедленно, секунды, облекайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлую ночью, но уже изнемогаю от скуки. Хотел было сам съездить за тобой и забрать тебя в свою берлогу. Но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте, обмахиваюсь веером. Приезжай, скорее, твой А.К. Потрясающе. Какой язык. И как это вот оно льется, как музыка. И поэтому, я думаю, что если бы какая-то была современная эстрадно-шансонная писанина. А может быть даже и рэп какая-то музыка. Наверное, это бы было. Ну, то есть я понимаю, что сейчас можно все. Если режиссер так видит. Да, но все-таки, слава богу, режиссер увидел, кстати, замечательный режиссер. Это питерский режиссер Валерий Владимиров. Об этом еще отдельно мы поговорим. Это Глинка, это Булахов, это Рубинштейн. Это романсы. Да, такие ребята, значит, писали романсы. И не для этого, конечно, спектакля, но они использованы. И они, в общем, достаточно здорово сливаются с той ситуацией, с той атмосферой, с той литературой. И они как бы... Ну, разве возможно вот этот «Мой ласковый и нежный зверь» или там, я не знаю, «Беспредальницу» представить без романса «Махнатый шмель»? Ну, нет, уже нет, конечно. Оно дополняет. И вот эти романсы, и оно является вот какой-то, я не знаю, основным стержнем, что ли, этого фильма «Беспредальница». А здесь романс «Гори-гори, моя звезда», который поет сначала Урбенин с тоской, с болью от собственной старости, от безысходности. И что над ним все издеваются, и граф, и Сергей. И в конце ее поет уже убив Сергей. «Гори-гори, моя звезда». И тут отдельно хочется сказать о музыкальном руководителе спектакля. Это Таня Солнышкина. Это блистательный музыкант, совершенно потрясающий. Ну, она совершенно соответствует своей фамилии. Своей фамилии. Абсолютно. Это профессионал, это мастер. Мастер, который... Значит, и она написала, значит, там есть ряд музыкальных номеров тоже, значит, в этот спектакль. И она сделала эти романсы настолько сегодняшними, настолько красивыми. Значит, ну, что... Я даже не знаю. Что-то обязательно нужно послушать. Обязательно посмотреть. Это как бы такой классический вариант. Там играли цыгане, то, что мы сегодня покажем. Вот, это не то. Ну, и вообще меня попросили не раскрывать все карты, потому что... В плане того, что... В плане музыкальных номеров. Поэтому, милости прошу, 28-го в театре на Серпуховке. Конечно. За подробности. Всем вечера. У нас коротенькая пауза, мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях заслуженный артист России, актер, певец-композитор, художник Игорь Карташов. Мы, друзья, уже немножко поговорили про мюзикл «Хищники». 28-го июня в театре на Серпуховке состоится как раз показ мюзикла по мотивам повести Антона Павловича Чехова «Драма на охоте». Где среди прочих известных артистов, конечно, мы с вами с огромным удовольствием будем наблюдать и нашего гостя Игоря. Ну, а далее «Хищники», как мы уже поняли, надолго остаются в России, и в различных городах можно будет наблюдать. Есть сайт musical.hishniki.rf, заходите, пожалуйста, подробнее узнавайте и смотрите, и, конечно, всю информацию по билетам также узнавайте. Игорь, я знаю, что у нас есть сейчас совершенно эксклюзивная, уникальная возможность послушать небольшой фрагмент. Расскажите, пожалуйста, что это будет. Ну, вообще так сложно, конечно, в такой обстановке, как-то не на сцене, и там все это, сцены же, они же всегда парные какие-то, а здесь мне придется одному. Ну, там один романс, значит, который называется «Две гитары», классический цыганский романс, старый он, значит, там предыстория, очень важна предыстория, потому что, когда Сергей приезжает в имение графа, «А ты, братец, еще не бросил походя пить водку?» – спрашивает Сергей меня. Я говорю, «А я, голубчик, все бросаю, мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать, надо постепенно». И вот они в итоге... Многие здесь соглашаются, да? В итоге они напиваются, в усмерть просто. И, значит, вот после того, как они напиваются, значит, звучит вот этот вот монолог песни, что ли, как бы. Естественно... Я постараюсь Сергея как-то вот изобразить, если вы не против. Да, ну, как-то так. Я так понимаю, что нужно надеть на уши. Да, пожалуйста, будьте добры. Хорошо. Вот, если я какую ноту не возьму, то я ее пальцем покажу, потому что... А мы догадаемся. Да. А знаешь, зачем я, собственно, приехал сюда? Прихожу я в Петербурге, когда к одному знакомому доктору и говорю, которого лечусь постоянно. Жалуюсь на свою болезнь, он меня выслушал, выстукал, общупал всего. Знаешь ли, говорит, ты не трус? Я говорю, ты вроде не трус, но как-то весь побледнел. Вот. И предсказывал скорую смерть, если не оставлю Петербурга и не уеду. У меня, Сереженька, вся печень испорчена от долгого питья. Две гитары за стеной, жалобно заныны. С детства памятный напев, ты ли, друг мой милый? Раз, да еще раз, да что ты, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много. Ах, Сереженька, вот я и решил ехать сюда. Здесь имение такое роскошное, богатое. Климат один чего стоит, делом займусь. Труд, Сереж, самое лучшее, самое радикальное лекарство. Вон там одна звезда горит. Так ярко и пленительно, звезда звездою говорит. Дразня меня извительно. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Займусь хозяйством, брошу пить, Сережа. Доктор не велел мне ни одной рюмкой, ни одной. Вот сегодня последний раз ради встречи с тобой, с моим милым, хорошим, Сережа, другом. Бакус прощается со мной сегодня. Навеки на прощание, Сереженька. Коньячку! Эх, Сережа! Ой, болит! Ах, болит! Голова с похмелья! Чую я, что будем пить целую неделю. Эх, раз, да еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Как я много выпил сегодня. Боже, это для меня вреднее всякого яда. Сережа, а не послать ли нам за цыганами? Ну, наливайте, посылай, говорит мне Сережа. Эй, кто-нибудь, ау, пошлите за цыганами. Эх, раз, да еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Браво! Игорь Горташов, друзья, заслуженный артист России, актер, певец, композитор. А что было дальше в этой самой истории? Вы узнаете, 28 июня в Театре Леопуховки. Да, не пропустите, пожалуйста, «Хищники» мюзикл по мотивам повести Чехова «Драм на охоте». Слушайте, это невероятно. Спасибо вам огромное, правда. Да, эмоции колоссальные. И это только коротенький фрагмент. И это только начало той самой истории, которая получит там невероятное развитие, интересное и драматическое. Еще там участвуют замечательные артисты. Иван Ожогин. Иван был нашим гостем, мы хорошо его знаем, да. Дмитрий Ермак, вот они играют, Сергей. Значит, Тину Цыганку играет. Люба Тихомирова, замечательная артистка. Состав, конечно, потрясающий. Дарья Щербакова, вот недавно с ней фильм прошел, она играла, как же она, питерскую-то певицу. Ну все, память. Значит, потом кто еще? Эммануил Виторган, Александр Сергеевич Пашутин, они играют Урбенина. Состав замечательный. Ну вот Игорь Балаваев играет графа, и ваш покорный слуга тоже буду играть графа. Мы следим за афишей спектакля, за перемещениями, мюзикла «Хищники», мюзикла «Хищники.рф». Друзья, пожалуйста, узнавайте все подробности и, конечно, по возможности не пропустите это событие театральное и музыкальное в нашей стране и мире. Я так посмотрела на вашу биографию и посчитала. Мне подсказали цифры и числа. 30 лет у вас деятельности театральной в этом году. Ну да. Да, службить в театре именно, если говорить об этом. Как раз в 89-м году вы поступили на службу, да, в театр? Да. В 89-й год, и это был тогда какой театр? Это был театр Рубена Симонова, основал его Евгений Рубенович Симонов, он был главным режиссером театра Вахтангова, вот, но решил вот создать свой автономный спектакль. Но это то время, как раз, когда возникали вот эти студии театральные, «Табакерка», «Сфера», там и театр на Юго-Западе, вот театр, студия Рубена Симонова, и потом они, значит, переродились уже в настоящие драматические театры, вот. И, ну вот, так я и начал, собственно говоря, от «Щуки недалеко» ушел, все это на Арбате, театр Вахтангова, театр Рубена Симонова. Но много лет вы прослужили там? Ну да, много, 26 или, да. А с 2015 года вы теперь в театре имени Вахтангова. И, получается, скоро закрытие сезона. 28-го числа у меня будет финальный спектакль. Вот в этом сезоне «Очарованный странник» по Лескову. Ну, я вот играю «Очарованного странника», но там меня не узнать, там я в гриме, значит, мне волосы приделают. Ну, то есть такой образ такой распутина, что ли. Ну, я не знаю, в общем-то, надо смотреть. Вот, 28-го это будет в театре. И 29-го закрытие сезона, ну и до сентября, то есть мы в отпуске. Что касается нового сезона, там уже известно и понятно, в каких спектаклях вас поклонники могут увидеть. Ну, это спектакль «Ричард Третий», это спектакль «Брюсов переулок», «Очарованный странник». Ну, и сейчас запускаются еще два спектакля, в которых я, надеюсь, буду участвовать, но пока о них ничего говорить не буду. Понятно, не положено, согласно примете, наверное, да, или по указанию руководства. Нет, ну, вообще как-то так, чтобы не сглазить, знаете, есть у артистов примета, пока это еще не, так сказать, не вошло вот в репертуар, то лучше молчи. Но еще идет, значит, у меня там творческий вечер, потому что у нас в театре открылась еще одна сцена, арт-кафе. Вот такая площадка, напоминающая внешний кабаре, замечательный, значит, оформленный зал. И там проходят вечера артистов театра «Вахтанго», творческие вечера. Кто-то читает, кто-то поет, кто-то, ну, в общем... Кто что хочет продемонстрировать, да. Ну, вот я, значит, пою, у меня такой вечер, что я там и пою, и читаю, и... Ну, собственно, и все. И вначале, значит, идет ролик из фильмов, там, из каких-то из ролей в театре. А потом, значит, выхожу я, говорю, добрый день. И о себе любимом дальше. Да, ну, это, собственно, и вот такой вечер очень-очень такой важный для меня, очень... Он будет в сентябре, да. В сентябре, да. То есть весь год он идет, там, раз в месяц или два раза в месяц. Ну, в общем, нет, в смысле, или раз в два месяца, вот скажем так. Потому что артистов много, и замечательные артисты. Там, и Князев, и Исипенко, и Васьков, и Павлов, я не знаю, Максакова, все. Ну, и я в том числе. И Витя Добронравов, то есть там все со своими программами. Слушайте, ну, это замечательная идея про вообще вот эту вот зону и новую площадку в этом театре. Да, извините, приходит посмотреть на артиста, значит, которого вчера видели на спектакле, а тут я, значит, вот им еще и показываю, что я пишу песни и пою их сам. Да, вы же поете и пишете песни. Вот у меня есть чудесный диск, Игорь Карташов, «Снежный полк». Этот диск, я так понимаю, совсем недавно вышедший. Он совсем-совсем тепленький. Это правда. На сегодняшний день диски, конечно, уже мало кто выпускает. Да, все больше. Но, знаете, на вот выпускающей компании, то есть я увидел, что диски выпускают все. Все звезды, это как своеобразный паспорт такой, что ли, как документ. Ну, я не знаю, потому что на флешке музыка, но она не презентабельна. Да, абсолютно точно. Конечно, можно скачать, можно послушать. Тоже, да, как-то не ощущаешь. А это очень красиво. Тем более, что здесь еще и вкладыши есть, о которых я вас хочу попросить рассказать. А, кстати, это постер, да, я так понимаю? Да, такой, да. Угу, можно куда-то повесить. Очень красивый кадр. И стихи. Что это за молоко? Что это за... Это, вы знаете, я давно болею этой темой. И как-то началось это совсем давно. Ну, в общем, было время, когда я снялся в фильме «Конь белый». Это снимал Гелий Трофимович Рябов. Это об убийстве царской семьи. Там играл Володя Симонов, значит, играл я. Я играл следователя Николая Сеевича Соколова, который расследует убийство царской семьи. Который пришел пешком через всю Россию к Колчаку и говорит, я должен расследовать это дело. Ну, вот, и вот я заболел этой темой. Мне очень нравились песни эти белогвардейские. Ну, и вообще вот вся эта история. Я решил, значит, сделать такой альбом. Здесь песни на стихи настоящих белогвардейских поэтов. Это Иван Самин, Туроверов, значит, и на которые написал музыку я. В основном, да, я обратила внимание. А есть песни, значит, настоящие, настоящие белогвардейские старые песни, которые, значит, ну, вот, например, песня «По долинам и по взгориям», которую все знали, как и в советское время, как такая красноармейская песня. Это из Румынии с походом она на самом деле называется. Та же музыка, только, конечно, другие слова. Это марш Дроздовского полка. Ну, вот, и я спел ее вот в том первоначальном виде, какой она имела. Ну, здесь и российский гимн «Боже царя храни», и молитва, значит, там я читаю эту молитву перед этой песней. И песня, значит, «Плещут холодные волны», тоже спел ее там, акапельный вариант такой. Ну, в общем, это надо слушать, конечно, всего невозможно показать. Если вы меня когда-нибудь еще раз пригласите, я вам что-нибудь отсюда обязательно спою. Если говорить о музыке, насколько я знаю, вы же пишите музыку собственную с восьми лет. Верно информация у меня? Музыкальная школа по классу фортепиано, но если еще раньше начать, там бабушка-дедушка выступали, у вас пели на сцене, мама в консерватории преподавала, папа, будучи милиционером, тоже играл на фортепиано. Откуда вы все это знаете? Ну, что вы, слушайте, конечно, это нормально, абсолютно да. Да, и музыкальная школа по классу фортепиано, так бы, может быть, и складывалась музыкальная карьера, если бы однажды вы на скрипке подружки не прокатились с горки. А в этот момент не проходил бы директор этой самой музыкальной школы, который, конечно, чуть не потерял сознание. С позором был изгнан из школы, значит, ну, я очень, ну, как бы обрадовался на тот момент этому. Ну, пацану, какая музыкальная школа? А зачем вы на скрипке хотели съемиться и скатились? Девочка очень не нравилась. Не нравились или не нравились? Я отнял у нее скрипку, ну, с горки, в общем, на футляре, ну, естественно. Но это непозволительно, конечно. Не повторяйте, пожалуйста, да. И, значит, и мне сказали, что вот, что я буду всю жизнь кусать локти, что я так и не закончил музыкальную школу, на что я гордо выступил и говорю, да, но у меня зато будет много друзей-музыкантов, которые мне все сыграют. Ну, собственно, так и происходит на сегодняшний день, потому что у меня сегодня есть друзья, замечательные музыканты, которые, ну, то есть работают в самых, что ни на есть, вот самых высоких наших коллективах. И, в общем, ко мне приходят по первому зову, и я очень благодарен им за то, что они разделяют мою любовь вот к этой музыке, к такой, к романцевой, то есть они с удовольствием занимаются со мной в свободное от звезд время. Художественное училище. Почему? Откуда вдруг? Да, да, это я, понимаете, я как-то, ну, мне нравилось рисовать, но я никогда в жизни не думал и не хотел, чтобы это стало моей профессией, но я так как-то не задумывался, потому что профессия артиста, она где-то у меня под коркой сидела, вот, с самого младенческого возраста, и даже это не обсуждалось. Это было вот так и всё. То есть, а профессия художника получилась так, что я и не собирался этим заниматься, но как-то так получилось, что я решил поступать в художественное училище. Это же в Алма-Ате было тоже, да? Да, в Алма-Ате, вот, и на тот момент это было очень сильное училище, то есть оно было сильнее институтов и в плане мастеров, которые преподавали, и, в общем, мне очень повезло. Там, с педагогами. И я в первый год не поступил, потому что это Алма-Ата, это советское время, и сначала, если вставал вопрос, кого принять, казаха или русского, то, конечно, примут казаха. И, значит, я получил тройку по композиции, что-то тройку по рисунку, значит, ну, ещё, естественно, но я занимался перед этим год с педагогом, но я очень-очень расстроился, и на следующий год я уже поступил. Я уже поступил, и самые, конечно, счастливые, вот самое счастливое время, я обучение в Щукинском институте не с таким восторгом вспоминаю, потому что здесь уже была борьба за выживаемость. Здесь уже ты, ну, просто вот локти, вот что, ну, вот это, конечно, время такое. А вот училище художественное, когда, я не знаю, это вот какое-то счастье в моей жизни. Были же выставки у вас, причём даже и международные выставки, и не только там. Были, были. Раньше, когда я был свободен от театра, я этим занимался. Но как-то потом театр и музыка поглотили вас полностью. В 83-й год, да, и началось это в 82-м, когда я уже, ну, начал маяться, мне не нравилось писать портреты членов политбюро, значит, и хотя я понимал, что это какие-то деньги определённые приносило, но, тем не менее, ну, в общем, хотелось чего-то другого. И я подумал, что если я сейчас не поеду в Москву поступать, а это же, представляете, Алмата и Москва, ну, как разные планеты. То есть это же доехать на поезде трое с половиной суток. И я решил всё-таки поехать. И сыграла роль встреча с Богатыревым, с Юрием Богатыревым, когда я возвращался домой, а они были с театром на гастролях, и мы с ним вот так вот встретились, познакомились. Ну, понятно, я его знал, он меня нет, я к нему подошёл, вот, и говорю, я вот хочу. Он говорит, ну, что хочу, читай. Я его прочитал. И он говорит, приезжай, поступишь. И какой-то вот он меня в веру вселил этим, я не знаю, и я просто вот всё, я утром решил ехать брать билет на поезд, ни программы, ни стихов, ни басен, просто ничего. Просто. И я всё это взял в поезд и вот учил, приехал в Москву. Опять вопрос этих пять или шесть театральных институтов. Это сейчас их, как собак нерезанных, развелось театральных институтов. И бедные артисты, которые заканчивают, им некуда деться. Конечно, очень сложно. А тогда-то было ГИТИС, Щукинская, МХАТ, Щепкинская, Евгик, всё. И вот мы, значит, я бегал из института в институт, везде пытался, значит, поступить, читал. И как-то везде достаточно удачно. Но потом, потом я пришёл, помню, как-то очень плохо себя чувствовал, и пришёл к Щуке. Пришёл, сел так на парапетик, там сижу. И вдруг, я не знал, куда идти, уже конкурс, нужно подавать документы. Я не знал. И вот эта дилемма, спросить не у кого, позвонить некому, вот куда идти, в какой институт. А у меня был выбор. Ну, как бы так получилось. И я смотрю, на крыльце Щукинского училища появились Юрий Васильевич Яковлев и Андрей Александрович Миронов. Они вышли. Это был знак. И я вот так вот, я увидел их, и всё. И я понял, что я пойду сюда. Не знаю, каким чувством, каким чутьём, но я пошёл в Щукинское. Я думаю, многие бы так поступили на вашем месте, конечно. Я пошёл в Щукинское, хотя из всех институтов выходили замечательные артисты. Но здесь вот что-то, что-то меня как-то вот привело именно сюда. И я поступил. Ну и всё, и начались вот тяжелейшие годы обучения. Понятно теперь, да, как появился, скажем так, появился театр вашей жизни. Как музыка появилась, мы более-менее так немножечко тоже уже узнали. Но мне очень интересно теперь узнать следующее. Как в вашей жизни появился коллектив «Братья Жемчужные». Но об этом мы поговорим через паузу. Оставайтесь с нами. «Лучшие в стране» на телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях заслуженный артист России, актёр, певец, композитор, художник Игорь Карташов. Мы перед уходом на музыкальную паузу вспомнили такой эпизод из жизни, как коллектив «Братья Жемчужные» и, в частности, альбом «Шухер». Если, друзья, вы постарше, вы должны, конечно, наверняка помнить, или если вы очень любите шансон, должны знать наверняка. Это что было? Какое-то случайное сотрудничество или любовь к жанру? Что это было? Ну, в общем, да. Ну, на тот момент, наверное, это была любовь к жанру. Тогда это ещё, по-моему, не особо называлось шансоном. Да, да, да. Потом уже как-то так приклеилось это слово. Это же как раз только выпускник «Щуки» и всё случилось. Да, да. И, значит, было такое замечательное знакомство в Питере. Я был на съёмках тогда как раз фильма «Конь белый». И меня познакомили, значит, с Николаем Рязановым и с Виталием Крестовским. Ну, Николай Рязанов — это художественный руководитель группы «Невская восьмёрка», джазовый коллектив, то есть очень солидные музыканты, серьёзные. А Крестовский — это, значит, вообще директор завода крупнейшего в Питере был. А на самом деле вот тот Виталий Крестовский, который надену, «Я чёрную шляпу поеду, я в город Анапу», так это он и был, он и есть. То есть он это тщательно скрывал от всех. А Коля Рязанов — это вот «Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы». Это вот он. Ну, во-первых, с ними писался Аркадий Северный. Да-да-да, конечно. То есть это как бы было такое. С ними, значит, записывался Александр Яковлевич Розенбаум. Вот. И как-то, значит, мы сидели вечером. Так вы оказались в этой компании. В кухне, да, я попел свои песни, они мне предложили, давай запишем альбом. Я говорю, а как это, что это происходит? Вы в качестве солиста? Да, да. Мои песни, значит, как в качестве солиста. Авторские ваши песни? Да, да. И, значит, ну, а время тогда перестроечное было, всё так на злобу дня, значит, было. Вот. И была такая песня у меня «Замороженный город». Значит, там «Замороженный город», фальшивая пресса, тупо в лице глядит постовой. Над табачным ларьком дымовая завеса. Ну, в общем, не важно. Важно, что, значит, я вот с этим совсем ужасом приехал к ним. Значит, и, значит, а там это всё писалось в ресторане «Виктория». Ресторан закрывался на сутки. Для записи, да. Значит, и Валерий Маклаков, такой легендарная личность в Питере, который писал всех. То есть вот он всех писал, это человек-архив. И вот тогда на катушечный магнитофон, значит, всё это, магнитофон, и писалось, и потом это всё раскидывалось по всей стране. Вот. И я тогда записали мы за сутки два альбома. Вот этот «Шухер», ну, он как-то по-другому назвался, но не помню, в общем. И один «Замороженный город». И куда бы я ни приезжал в те годы, значит, везде стояли такие ларьки, звукозаписи. И отовсюду звучала. Да, и отовсюду звучала вот эта моя песня «Замороженный город». Это же успех. Это большой успех. На тот момент был успех, но я не пошёл по этой истории, значит, по шансонной, потому что мне в какой-то момент показалось, что это всё, ну, в общем, надо как-то менять репертуарчик. А многим ведь не показалось. Почему вам показалось? Я не знаю. Ну, многим не показалось. Наверное, театральное образование. Больше в театре, да, и больше как-то какие-то драматические. То есть со временем... И потом мама преподавателя в консерватории, да, как-то всё это сыграло. Со временем мой жанр определился как не то, что там поющие драматические артисты. Я очень как-то не люблю это словосочетание. А вот эта песня, она ни к популярной музыке её не отнесёшь, ни к шансону, ни к чему. Это песня, в которой есть начало, есть конец, есть вот какой-то взлёт, кульминация. То есть она драматическая песня. Вот скажем так, потому что вот в предыдущем альбоме у меня на стихи Набокова, Бродского, то есть это... даже песнями это особенно не назовёшь. И, в общем, конечно, это не эстрада и не шансон. Это что-то вот... Ну, когда поют драматические артисты, скажем так. Конечно, да, это очень отличается. Это очень отличается, безусловно. Огромное количество песен уже вами написано. И дисков, это же не первый, не второй диск, да, их несколько выпущено. И на разных авторов, и вашего собственного авторства. Восьмой диск, да, вы сказали сейчас это уже, да, это замечательно. А есть же даже у вас награда за композитора, как лучшего композитора театрального, по-моему, да, за какую-то работу? Да, это был спектакль «Франсуа Вион», музыкальный спектакль. Я туда придумал весь музыкальный ряд для спектакля. Ну, такой не мюзикл, но музыкальный спектакль. Баллады на стихи Франсуа Виона. И вот эти баллады, значит, написал я, и как написал-то громко, скажет, ну, сделал. Ну, написал, а как же написал? И я играл долгое время этот спектакль очень, он у меня, ну, такой, он для меня очень значимый спектакль был. Ну, я вышел из того возраста, когда я мог бы играть Франсуа Виона, теперь скорее его отца. Вот, и поэтому спектакль сняли с репертуара, это очень, ну, конечно, за выслугой лета, потому что он очень долго шел, и шел всегда с неизменным успехом. Он не представлял из себя какого-то такого новаторского театральной истории, то есть там, но он был настолько любим зрителем, это вот я всегда его называл такая сказка для взрослых была, потому что женщины всегда на первом ряду плакали, сидели там, значит, и все это, ну, и я плюс музыку всю эту, значит, придумал туда. Он очень для меня значимый этот спектакль, любимый, это вот часть моей жизни прямо. Вот сейчас такой спектакль у меня очарованный странник в театре Вахтанга. И 28-го числа как раз можно будет вас увидеть в этой самой роли, в одной из ваших самых любимых. Что касается написания, вы как-то признавались в интервью, что вам больше нравится сочинять ночью, поздним вечером, как-то так вот наедине. Сегодня как у вас это происходит? Ну, по молодости лет, когда ты мог не спать. Да, именно так и происходило. Потом утром идти еще куда-то на репетицию, ну, в полуобморочном состоянии, но, тем не менее, вечером еще и сыграть спектакль, это как-то, наверное, было. Но сейчас мы же забываем, когда, сколько нам лет, когда мы садимся за стол, допустим, берем первую рюмку, мы сразу забываем, сколько нам лет. А надо об этом помнить. И вот когда ты садишься, что-то... Ну, конечно, тут процесс-то неуправляемый. Если что-то идет, то оно идет, и ты уже его не остановишь. Я хочу немножко поговорить про вашу семью. У вас трое детей или уже их больше с тех самых пор, как эта информация появилась в интернете? Медик есть? Дочь, сын и дочь. Да, дочка у вас, получается, медик, да, по образованию, она работает уже, наверное. Живет в Париже. В Париже? Во Франции работает, она закончила Сорбону, работает в институте Пастера, ну, то есть занимается проблемами печени, в общем, такой серьезный научный работник. Невероятная умница. Так, а сын у вас пошел по вашим стопам? Сын не совсем, он... Ну, отучился, во всяком случае. Да, он отучился, он не хотел, но все-таки он закончил курс Шейнина, вот, и гордо показал мне диплом и ушел в армию. Так. Служив армию, сейчас он трудится на радио. Ведущим? Значит, нет, он не ведущий, он что-то там по продюсерской какой-то истории, ну, в общем, я в это не вникаю, вот, ну, не знаю, не знаю. А дочка, ей вот в июле будет 15 лет, 14 лет. Ну, может быть, она продолжит династию вашу? Ну, вот, не знаю, да, но она, конечно, красота невероятная, потому что, вот, если она сейчас надевает каблук, она уже становится ровно с меня ростом. Что будет дальше? Ну, я думаю, остановится. Но я, конечно, ну, младшая. Самое любимое вы к этому хотите сказать? Ну, а что касается выбора своего дальнейшего профессии, пока... Она? Да, идеи есть какие-то? Ну, учится она не так, чтобы сказать, прям, вот, отлично. Она закончила музыкальную школу по флейте. Она вот сейчас хорошо закончила. Я был на выпускном экзамене, очень здорово она играла. Актерские данные в ней, конечно, есть. Это я могу сказать так, ну, объективно достаточно, потому что своего ребенка, говорят, ты не можешь оценивать объективно, а я наоборот. Мне кажется, что именно своего, ты объективнее всего, и готовить в институт своего ребенка я не могу. Например, я обязательно к кому-то обращусь, потому что я бы, ну, знаешь, когда человек что-то не понимает, свой ребенок убить охотно. Ну, я не знаю, конечно, профессия очень тяжелая, очень трудная на сегодняшний день. Это не бизнес, она не приносит, да, таких, и, конечно, то, что это служение, этого никто не отнимал. Но сегодня уже какие-то другие формы существования в этой профессии. Мы учились в 80-х годах, в 90-х. Тогда было другое все равно отношение. Сейчас, тогда было даже стыдно сниматься в рекламе, нас не пускали. Ну, просто стыдно. А сейчас это как бы за милую душу, и все нормально, и это действительно, ну, время меняется, к этому надо легко относиться, и там, ну, куча сериалов, которые идут, в общем-то, можно их назвать мусором, а можно попытаться понять. У вас большое количество фильмов, и вот где-то в интернете частенько упоминается, и чаще всего, наверное, фильм «Зона», сериал, да, такой, в 2006 году вышедший, который вот вам принес такую прям большую известность, очень популярность. Да. На сегодняшний день вы открыты к предложению? Вы, как бы, любите по-прежнему кинематографы? Хотели бы что-то сыграть? Ой, что, что я? Артист — это такой человек, который считает, что он может сыграть все. Конечно. Ну, значит, нет, конечно, ну, что, значит, хотел я сыграть? Рассматриваются, конечно, любые предложения, да, вот. Ну, конечно, хотелось бы, но это такой момент, он сегодня есть, завтра нет, поэтому надо либо ждать, либо что-то для этого делать, землю рыть, там, руками, ногами, но я уже этого делать не буду, поэтому работаю, у меня есть какая-то своя ниша определенная, так сказать. Есть свои поклонники, есть свой слушатель, свой зритель. Да, занимаюсь любимым делом, так сказать, и все нормально в этом плане, но если будет кино, буду счастлив, конечно. А что касается вот этих самых дисков, где их можно взять, приобрести, не знаю, послушать, скачать? На творческом вечере? Диски сейчас, ну да, то есть продаются они там. То есть в сентябре в Театре имени Вахтаргова люди, которые придут на ваш творческий концерт, они... Так их сейчас, по-моему, и не продают нигде, диски, я не знаю, а скачать, ну это... Он только вышел, еще этим не занимались. Наверное, ну, конечно, появится. Что-то появится где-то. Ну и самое главное, друзья, не сомневайтесь, Игорь Карташов обязательно появится и в своем любимом театре имени Вахтаргова, и, конечно, на других театральных площадках, и, в частности, вот в мюзикле «Хищники» по мотивам повести Чехова «Драма на охоте». 28 июня вы можете отправиться в театр на Серпуховке. Ну а дальше еще будут концерты в Москве, спектакли также в Санкт-Петербурге, в Сочи, сказал Игорь, будет возможность тоже с нами увидеться. Так что заходите на сайт musicalhichniki.rf. Игорь, я вас благодарю, мы всей командой. Спасибо большое за нашу встречу. Спасибо. Хочется пожелать вам успехов творческих. Пусть все складывается, пусть то, что еще задумано, но еще пока не воплотилось, обязательно воплотиться. Спасибо вам. Спасибо, Игорь. Невероятно очень интересный, талантливый. И обязательно отправимся на все спектакли. И на «Странник», и на «Хищников». Точно. Спасибо, друзья. Спасибо и вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова